всем привет друзья вы находитесь на канале жизнь на юге англии меня зовут галина и сегодня у нас четверг 27 октября 2022 года температура на острове уайт шикарная у нас вот уже наверное третий день плюс 20 градусов и это в конце октября неожиданно теплая погода установилась по моему сейчас по всей европе но сегодня друзья у меня видео будет обещанное то что я вам обещала интервью с молодыми тремя парнями девятнадцатилетними студентами из разных стран которые учатся здесь в англии это интервью получилось у меня вы знаете неожиданно совсем просто случайно я гуляю вот они эти молодые ребята вы знаете мне кажется что интервью получилось интересным но судить конечно вам друзья и мне бы хотелось чтобы вы в своих комментариях написали как вам понравилось вот это интервью и хотите ли вы чтобы я вот такие вот интервью иногда для вас делала но еще вы знаете я специально показала вам в замедленной съемки вот этих трех ребят потому что внешность у них настолько колоритная и настолько каждый из них похож на представителя своей страны ну вот по крайней мере мне кажется что по внешности можно сразу догадаться кто из какой страны прежде чем мы начнем это видео я бы хотела чтобы вы тоже написали а догадались ли вы кто откуда но я пока вам конечно страны говорить не буду так знаете будем до последнего держать интригу как обычно ну и вы знаете это мое видео она не только содержит интервью в себе но еще я вам покажу очень много чего у нас сегодня будет с вами много разных сюжетов а то вы знаете получилось так что у меня даже затор произошел я не до конца вам показала францию я не до конца вам показала венецию я еще была вы знаете в лондоне проездом и в портсмассе и вот я хотела вам рассказать о королеве и о новом короле карли третьем вот столько всего накопилось друзья что просто вы знаете я даже не знаю как сейчас мне это все разгребать а еще к тому же сейчас на улице такая погода шикарная то у меня просто времени нет сидеть это все монтировать а монтировать друзья вы знаете это очень и очень сложно ведь я все делаю одна помощников у меня нет так ну что то мы задержались на берегу давайте-ка мы сменим картину и я еще хочу друзья напомнить вам пожалуйста те кто не подписан на мой канал обязательно подпишитесь пожалуйста те кто забывает ставить лайки не забудьте ставить лайки это так мало я от вас прошу вы же знаете что сейчас канал на ю тубе не монетизируется практически со всем ну хорошо это я сказала об этом я предупредила а не буду больше вас томить друзья усаживайтесь поудобнее и давайте начнем и первый мой сюжет из вероны помните две равно уважаемых семьи в вероне где встречают нас события ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие все мы помним ромео джульетта вильям шекспир конечно же но верона всегда притягивала меня еще с тех времен когда я влюбилась в этот великолепный американский фильм ромео и джульетта оливия хасси и леонард уайтинг извините оговорилась фильм великобритания италия один из моих любимейших фильмов всем рекомендую посмотреть ну и вот именно из-за этого фильма я и хотела побывать в вероне побродить по этим булыжным мостовым и конечно же увидеть балкон жульетты ну вот не прошло и 50 лет как мое желание исполнилось и вот смотрите это как говорят местные жители именно балкон жульетты что-то он оказался конечно совсем маленьким и абсолютно не похож на тот балкон который мы видели в фильме но вы знаете дело наверное даже не в этом многие говорят что это вообще совершенно не тот балкон но если мы с вами вспомним что ромео джульетта это ведь придумал вильям шекспир и на самом деле ничего подобного то не происходило то то где этот был балкон по моему уже не имеет значения но зато туристы обожают это место и здесь наверное более 50 процентов всех туристов вероне именно хотят посетить вот этот балкон жульетты ну и не просто посетить а вот именно еще и оставить память влюбленные оставляют вот такие вот сердечки здесь рядом с этим балконом джульетты обратите внимание тысячи и тысячи сердечек с надписями с пожеланиями любви любви навеки вот такое просто паломничество я вы знаете специально вам снимаю вот эту историю столько много влюбленных хотели оставить память о себе что они вешали эти замочки просто повсюду даже на деревья и вот специально была сделана вот такая вот стенка чтобы как-то этот процесс немного организованнее был и тут я вспомнила что когда мы были в париже на монмартре и гуляли вот здесь вот у собора секретер то там такая же история с вот этими замочками сейчас посмотрим сначала грандиозный вид на париж и я покажу вам поближе вот смотрите здесь ограждение и посмотрите это все замки история для меня потрясающе потому что 10 лет назад когда я была здесь же со своим мужем аренда нам никаких вот этих замочков я здесь не видела ну а сейчас говорят что это приняло уже просто угрожающие масштабы и вот немыслимая история и сколько денег здесь представляете замочки эти тут же и продаются каждый замочек 5 евро стоит а то и дороже и я никак не могла понять почему же здесь на монмартре вдруг мы опять видим эти символы любви вот эти вот замочки в таком огромном количестве и вот знаете век живи как говорится век учись это ничего не узнаешь до конца я впервые узнала что оказывается здесь на монмартре есть стена любви вот она стена любви на монмартре париж всегда считался городом любви романтики влюбленных но и вот на монмарте сделали специальное особенное место которое непременно нужно наверное всем посетить особенно влюбленным парам это стена любви где я люблю тебя написано на трехсот языках мира особенно популярно это место в день всех влюбленных здесь устраивают всякие представления запускают голубей ну и возможно чтобы уже до конца закрепить свои чувства и оставить память вот эти замочки влюбленные вешают также и здесь ну и теперь друзья давайте послушаем интервью которое я провела экспромтом гуляя вот здесь по побережью острова white интервью на русском на английском и кое-где даже на украинском поэтому я наверно вам внизу дам перевод субтитры здравствуйте здравствуйте дорогие друзья хочу показать вам вот этих прекрасных молодых людей которые у нас латвия литва литва это вильнюс вы извинился и вы разговариваете на каком языке я вилленский литвиния литвиния или может английский тоже и вы учите здесь или работаете здесь как долго вы живете здесь два года два года два года хорошо и ваш английский очень хорошо хорошо для вас и где вы учите в колледже в колледже в Ньюпорте я вижу и живете в Нилон-Вайде а лучше наверное мы с вами по-русски поговорим потому что у меня все-таки больше русскоязычных ухты только почала два года назад и да я живу живете в портсмассе тоже да так как вас занесло сюда Нилон-Вайд друзья мы имеем яхту тоже наш папа имеет яхту имеете яхту ваш папа я не имею но папа имеет ага понятно и вы на каком курсе курсе закон 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 и право да закон и право да закон по закону у нас в Англии только есть закон ага и вы платите за свою учебу а сколько вы платите 9000 фунтов да но вы считаете это дорого да вот я слышала что до 20000 по моему в кембридже даже немного дешевле но не дешевле но мой папа он мои деньги за что он поплатит за то за нам немного меньше выходит да понятно папа помогает хорошо когда есть такие папы которые помогают а вы иран а вы такой красавец сразу видно у вас какая-то кровь такая экзотическая и вы это супермаркет да вы имеете ввиду и живете в портсмассе и как долго вы живете в англии я тоже верю живете родился родился 諀pass нравится на острове уайт что-нибудь хотели передать бы русским людям не знаете кто то хотел бы что то сказать 없습니다 Люди, мы сейчас в войне с Украиной, значит, хорошего не можем передать, но уважаем. Но не все поддерживают войну, вы же знаете. Все, естественно, да, точно. Ну, мир, мир. Чтобы был мир, самое главное. Самое главное, да. Да, я, конечно, тоже слежу за этим всем, и меня очень расстраивает то, что происходит. Известно, да. Ужасная история, конечно. Ну, вы молоденькие, вы еще доживете до лучших времен, я думаю. Я думаю, что мы переможем все. Да? Да, да. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, удачи во всем. Вот такое у меня для вас сегодня интервью, друзья. Надеюсь, что вы услышали. Извините за тихий звук. Я стояла немного поодаль от ребят, и, конечно же, микрофон не настолько сильный, чтобы было слышно хорошо. Но здесь-то я уже ничего поделать, конечно, не могу. Поэтому постарайтесь как-то сделать погромче и услышать. Мне кажется, что это для вас было интересно так же, как и для меня. И мне интересно так же узнать, догадались ли вы, вот, по первой моей вам маленькой фотографии этих ребят, кто из них откуда. По-моему, очень такая яркая внешность. Ясно, что у нас справа первый интервьюируемый мной парень из Литвы. Очень специфическая, типичная литовская внешность. Ну и дальше посредине украинец, как вы поняли, парень. И слева черненький кучерявый. Это из Ирака парень. У него, вы услышали, да? Мать украинка, отец из Ирака. Я что-то как-то, вы знаете, разволновалась, даже растерялась немного. Не задала те вопросы, которые хотела задать. Уже потом, понимаете, подумала, что нужно было немножко побольше вопросов задать. Но вот посрединке парень, который украинец, он, как мне объяснил, он знает 6 языков. И он переводил то, что я говорю своим друзьям. А вот, к большому сожалению, парень из Литвы, вы видели, он всего лишь навсего 2 года, как живет здесь в Англии. А до этого, так я понимаю, он в Литве жил. Но русского языка он не знает вообще абсолютно. Вот видите, как быстро все это потерялось. Ну а больше я комментировать не буду ничего, друзья. Я надеюсь, что вы сами все видели и все слышали. Пишите лучше вы ваши комментарии, ваши отзывы. Не забывайте поставить лайк этому видео. Я для вас очень старалась. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok